Стивен Кинг. Мешок с костями. Посвящается Наоми. По-прежнему. От автора В определенной степени в романе затронуты юридические аспекты законодательства штата Мэн, касающиеся детской опеки. В этих вопросах я обращался за помощью к моему другу Уоррену Салверу, превосходному адвокату. Уоррен терпеливо разъяснял мне все юридические тонкости, а по ходу дела рассказал о старинном устройстве, называемом стеном маской, которое я незамедлительно использовал уже для своих целей. Если в тексте романа внимательный читатель найдет какие-то ошибки по юридической процедуре, вините меня, а не моего советника. Уоррен также просил меня, правда, не слишком настойчиво ввести в состав персонажей хорошего адвоката. Отмечу, я сделал все, что мог. Благодарю также моего сына Уэна, который оказал мне неоценимую помощь в Вудстоке, штат Нью-Йорк, и моего друга Ридли Пирсона, который помогал мне в Кетчуме, штат Айдахо. Выражаю благодарность Пэм Дорман за добрые слова, высказанные после прочтения первого варианта романа. Спасибо Чаку Верилу за великолепную редактуру. Тебе я особенно признателен, Чак. Благодарю Сьюзан Молду, Нета Грайма, Джека Романуса и Кэролайн Райди из издательства «Скрибнер» за заботу и поддержку. И, разумеется, огромное спасибо Тебби, которая находилась рядом со мной, как бы ни было трудно. Я люблю тебя, цыпленок. Стивен Кинг Да, Бартлби, оставайся за своей ширмой, думал я. Более я не буду наказывать тебя. Ты безвреден и бесшумен, как и любой из этих старых стульев. Короче, своим присутствием ты не нарушаешь моего уединения. Герман Мелвилл, Бартлби Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мендерли. А стоя там, притихшая, испуганная, могла поклясться, что дом этот — не пустая оболочка, что он живет и дышит, как встарь. Дафна Дюморье Ребекка Марс — это рай. Рэй Брэдбери Глава первая Одним очень жарким августовским днем 1994 года моя жена сказала, что ей надо съездить в Дерри. Врач выписал ей рецепт, по которому она могла купить в Райт-Эйд ингалятор, а то совсем насморк замучил. Сеть недорогих аптечных магазинов, принадлежащих одноименной корпорации. Насколько я понимаю, теперь эти баллончики продаются совершенно свободно. Я уже выполнил дневную норму, отбарабанил положенное количество страниц, а потому предложил съездить за ним. Она с благодарностью отказалась, мотивировав свое решение тем, что потом хотела заскочить за рыбным филе в супермаркет. Одним выстрелом убить двух зайцев и все такое. Она послала мне воздушный поцелуй и отбыла. В следующий раз я увидел ее на экране монитора. Так нынче в Дерри опознают мертвых. Не ведут тебя подземным, выложенным зеленой плиткой коридором, под потолком которого горят флуоресцентные лампы трубки. Не выкатывают обнаженное тело. Ты просто заходишь в комнатку с табличкой «Посторонним вход воспрещен», смотришь на экран монитора и говоришь «Да или нет». Райд Эйд и Шопуэлл отделяют от нашего дома чуть меньше мили. Там расположен торговый центр местного значения, где еще есть видеосалон, букинистический магазин «Неси слово ближнему». У них, кстати, неплохо распродаются мои старые книги, выпущенные в карманном формате. Радио Шек и фотомастерская. Сеть магазинов, специализирующаяся на продаже бытовой электроники и товаров для радиолюбителей. Находится торговый центр на Апп Мэйл Хилл, на пересечении Уичхэм и Джексон Стрит. Она припарковала автомобиль перед «Блокбастер Видео», крупнейшая в стране сеть видеосалонов, принадлежащая компании «Блокбастер Энтертеймент». Прошла в аптечный магазин у аптекаря, мистера Джоя Уайзера, тогда он работал в Дерре, а теперь перебрался в Райт Эйд в Бангоре. Получила по рецепту ингалятор. В аптечном магазине непосредственно аптека занимает 1-2 прилавка. Уже на кассе прикупила маленького шоколадного мышонка с начинкой из маршмэллоу. Я нашёл мышонка позже, в её сумочке. Развернул и съел. Сидя у кухонного стола, куда вывалил содержимое её красной сумки, которую она обычно носила на плече. Всё равно, что принял причастие. А когда во рту и горле остался только привкус шоколада, у меня из глаз хлынули слёзы. Я сидел, склонившись над её салфетками, косметикой, ключами, и плакал, закрыв лицо руками. Как ребёнок. Ингалятор лежал в белом фирменном пакете Райт-Эйд. Он стоил 12 долларов 18 центов. В пакете лежала ещё одна покупка, стоимостью 22 доллара 50 центов. Я долго смотрел на эту покупку, видел её, но не понимал, каким образом она могла попасть в пакет Райт-Эйд. Меня удивила эта покупка, более того, потрясла, но мысль о том, что Джоанна Арлен Нунен могла вести другую жизнь, о которой я ничего не знал, не пришла мне в голову. Во всяком случае, в тот момент. Расплатившись, Джон направилась к двери, вышла в яркий солнечный день, сменила обычные очки на солнцезащитные, как рекомендовал ей врач. Едва выступила из-под навеса. Здесь я, возможно, что-то и выдумываю. Это профессионально, знаете ли. Но совсем чуть-чуть. Невелика разница, сколько шагов отделяла её от аптеки. Два, три или четыре. Как раздался препротивнейший скрип намертво схваченных тормозами колёс по асфальту. Звук этот означал, что столкновение или уже произошло, или до контакта металл-металл оставались доли секунды. На этот раз столкновение таки произошло. Авария типичная для этого икс-образного перекрёстка. Не проходило и недели, чтобы на нём не поцеловались машины. Тойота, модель 1989 года, выезжала со стоянки торгового центра, поворачивая налево, на Джексон-стрит. За рулём сидела миссис Эстер Эстерлинг, проживающая в Барритс-Орчерсе. Ехала она с подругой, миссис Ирэн Дорси, также из Барритс-Орчерса. Последняя заглядывала в видеосалон, но не смогла подобрать ничего интересного. «Сплошное насилие», – пожаловалась она Эстер. Обе женщины давно уже овдовели. Эстер не могла не заметить оранжевый грузовичок Департамента общественных работ, хотя заявила, что в глаза его не видела и полиции, и репортерам, и мне, когда я беседовал с ней два месяца спустя. Я более чем уверен, что она просто не посмотрела по сторонам, выезжая со стоянки. Как бывало, говаривала моя мать, тоже вдова. У стариков две наиболее распространенные болезни – артрит и забывчивость. Их вины в этом нет никакой. За рулем грузовичка, принадлежащего Департаменту общественных работ, сидел Уильям Фрейкер из Олдкейпа. Незадолго до дня смерти моей жены, ему исполнилось 38 лет, ехал он без рубашки, мечтая о холодном душе и холодном пиве. А может, наоборот, о холодном пиве и холодном душе. Он и еще трое мужчин в восемь часов лопатили асфальт на Харрис-авеню, неподалеку от аэропорта. Жаркая работа в жаркий день, и Билл Фрейкер признал, что ехал он чуть быстрее положенного, может, со скоростью 40 миль в час, хотя на знаке ограничения скорости стояла цифра 30. Ему не терпелось добраться до гаража, сдать грузовичок и сесть за руль собственного F-150, оборудованного кондиционером. Опять же, тормозная система грузовичка, пусть прошедшего техосмотр, оставляла желать лучшего. Фрейкер ударил по тормозам, как только увидел Тойоту, выруливающую прямо перед ним на основную дорогу. Ударил и по клаксону, но быстрота его реакции уже ничего не могла изменить. Он услышал скрипшин грузовичка и Тойоты. Эстер наконец-то заметила, нависшую на дне опасность, и в самое последнее мгновение Фрейкер увидел ее лицо. «Пожалуй, для меня это самое ужасное воспоминание», признался он мне, когда мы сидели на его крыльце и пили пиво. Уже в октябре солнце еще согревало лица, но мы оба надели свитера. «Вы же знаете, как высоко расположено сиденье на этой модели грузовиков?» Я кивнул. Так вот, она подняла голову, вытаращилась на меня, и солнце било ей прямо в глаза. Помнится, подумал, «Господи, если я не смогу остановиться, она сейчас разобьется, как фарфоровая статуэтка». Но на самом деле старики куда крепче молодых. Тут они многим могут дать фору. Посмотрите, как все обернулось. Обе старушки до сих пор живы, а ваша жена...» Тут он замолчал, густо покраснев, словно мальчуган на школьном дворе, которого осмеяли девчонки, увидев, что у него не застегнута ширинка. Комичное, конечно, зрелище, но я не позволил себе даже улыбнуться, чтобы окончательно не смущать его. «Мистер Нунан, извините, пожалуйста, язык у меня, ну, просто без костей». «Все нормально», заверил я его. «Во всяком случае, худшие я уже пережил». В этом я, конечно, солгал, но зато мы вернулись к интересующей меня теме. Короче, мы столкнулись. Заскрежетало железо, прогнулась дверца со стороны водителя Тойоты, зазвенело разбитое стекло. Меня швырнуло на рулевое колесо с такой силой, что я потом с неделю не мог глубоко вздохнуть. И здесь вот образовался здоровенный синяк. Он указал на грудь пониже ключицы. Крепко приложился головой к ветровому стеклу, но оно не разбилось, а я отделался лишь шишкой. Кровь не потекла, даже голова не болела. Моя жена говорит все потому, что у меня очень крепкий череп. Я увидел, что женщина, сидевшую за рулем Тойоты, бросила в зазор между передними сиденьями. Когда наши автомобили наконец остановились, сцепившись посреди мостовой, я вылез из кабины посмотреть, сильно ли досталось старушкам. Честно говоря, я думал, что они обе уже мертвы. Но они не только не умерли, но даже не потеряли сознание. Хотя миссис Эстерлинг сломала три ребра и вывихнула бедро. Миссис Дорси, она сидела на пассажирском сидении, а удар пришелся на водительскую половину, отделалась легким сотрясением мозга, ее ударило головой о боковое стекло. Моя жена, Джоанна Арлин, родом из города Морлэна, штат Массачусетс, лицезрела все это, стоя у аптеки. Сумка висела у нее на плече, пакет с покупками она держала в руке. Как и Билл Фрейкер, она, должно быть, подумала, что сидящие в Тойоте погибли или получили серьезные увечья. В застывшем жарком воздухе скрежет столкновение прогремел, как выстрел из гаубицы. Да еще зазвенело бьющееся стекло. Автомобили застыли посреди Джексон-стрит. Грязный оранжевый грузовичок навис над светло-синей Тойотой, как воинственный родитель над проштрафившимся ребенком. Джоанна побежала через автостоянку к шоссе, как и многие другие. Одна из них, мисс Джилл Данбери, в момент столкновения разглядывала витрины Радио Шека. Вроде бы она помнила, как пробегала мимо Джоанны. Во всяком случае, в голове у нее отложилось, что она пробегала мимо женщины в желтых слаксах. К тому времени миссис Эстерлинг уже кричала, что ей очень больно. Им обеим очень больно, и когда же, наконец, помогут ей и ее подруги Ирен. Пробежав полстоянки, моя жена упала неподалеку от газетных автоматов. Сумка осталась у нее на плече, а пакет выскользнул из руки, и из него наполовину вывалился ингалятор. Вторая покупка так и осталась в пакете. Никто не заметил женщину, лежащую на асфальте рядом с газетными автоматами. В центре внимания естественно оказались столкнувшиеся автомобили, кричащие женщины, лужи, вытекшие из радиатора грузовичка смеси воды и антифриза. «Это бензин!» крикнул приемщик фотолаборатории всем, кто хотел его слушать. «Это бензин!» «Будьте осторожны, друзья!» «Как бы он не взорвался!» «Я полагаю, один или двое спешащих на помощь старушкам даже перепрыгнули через мою жену, полагая, что та просто лишилась чувств. Учитывая, что в тот день температура на солнцепёке зашкалила за сорок, нельзя счесть подобное предположение о логичном. Десятка-два прохожих уже столпились на месте аварии, ещё с десяток спешили от Стоффорд-парк, где проходил бейсбольный матч. Как я представляю себе, в эти минуты говорились все те слова, которые обычно произносятся в подобных ситуациях. Все суетились. Кто-то просунул руку сквозь разбитое стекло водительской дверцы, чтобы ободряюще пожать дрожащую старческую руку Эстер. Люди тут же расступились перед Джоем Уайзером, белый халат стал для него волшебным пропуском. Издалека донёсся, нарастая с каждой секундой, вой сирены скорой помощи. Всё это время моя жена лежала незамеченной на автостоянке с сумкой через плечо, в которой так и остался нераспечатанным шоколадный мышонок с начинкой из маршмеллоу и белым пакетом, отлетевшим на несколько дюймов от её вытянутой руки. Обратил на неё внимание Джой Уайзер, спешивший в аптечный магазин, чтобы сделать компресс на голову Эрен Дорси. Он узнал мою жену, хотя та и лежала лицом вниз. Узнал по рыжеватым волосам, белой блузе и жёлтым слаксом. Узнал, потому что не прошло и четверти часа, как он обслужил её. «Миссис Нунэн!» позвал он, напрочь забыв о компрессе для пребывавшей в шоке, но явно избежавшей серьёзной травмы Эрен Дорси. «Миссис Нунэн! С вами всё в порядке?» Он уже знал. Я более чем уверен, что знал, но, возможно, я и ошибаюсь, что положительного ответа ему не услышать. Он перевернул её на спину двумя руками, и то ему пришлось присесть и поднапрячься. Сверху яростно светило солнце, снизу жарил асфальт. После смерти человек, как известно, становится тяжелее. На её лице краснели пятна. На опознании я ясно видел их на экране монитора. Уже хотел спросить у судебного медика, что это за пятна, но внезапно понял, что и так всё знаю. Август, раскалённый асфальт, элементарно, Ватсон. Моя жена, упав, получила ожог. Уайзер поднялся, увидел подъехавшую машину скорой помощи и побежал к ней. Протолкался сквозь толпу и схватил одного из санитаров, вылезших из кабины. «Там женщина!» Уайзер указал на автостоянку. «Парень, у нас тут две женщины, да ещё и мужчина!» Санитар попытался вырваться, но Уайзер держал его крепко. «О них пока можно забыть. В общем, они легко отделались, а вот женщине совсем плохо». Женщина умерла, и я готов спорить, что у Уайзера не осталось в этом ни малейших сомнений, но он умел отличить главное от второстепенного. «Отдадим ему должное». Короче, он убедил прибывшую медицинскую бригаду последовать за ним, несмотря на крики Эстер Эстерлинг и недовольный ропот толпы. Когда они подошли к моей жене, врач скорой полностью подтвердил предположение Уайзера. «Господи!» вырвалось у санитара. «Что с ней случилось?» «Скорее всего, сердце», предположил врач. «Она переволновалась, вот сердце и не выдержало». Но Джоанну подвело не сердце. Вскрытие показало аневризму, с которой она жила неизвестно сколько лет, может, и пять. А вот когда она побежала через автостоянку, истонченный сосуд не выдержал и лопнул, как воздушный шарик, заливая кровью жизненно важные мозговые центры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok